28 сентября день никиты по прозвищу гусятник сегодня почитают память святого никиты готского он жил недалеко от дуная приняв христианство никита сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов это не понравилось царю атанариху язычники схватили никиту и стали заставлять его отречься от веры но он отказался это сделать решили сжечь но огонь его не тронул последствия все равно замучили а его мощи были перенесены в константинополь народе сегодняшний день называли по-разному гусаря день никиты гуси пролета день гусятника и даже репорез оказывается только сейчас начинали резать репу и готовить из нее различные блюда также сегодня начинали забивать птицу том числе и гусей на мясо это также дало свое название а дикие гуси улетают сегодня в теплые края и охотники выходили на последнюю охоту в этом году на дикие гуси естественно главным блюдом в этот день был печеный гусь среди наших предков была распространена традиция задабривать водяного для этого водоем бросали гуся без головы саму голову относили домой так как она предназначалась для домового сегодня начинали сбор репы из нее готовили множество различных блюд варили парили ели в сыром виде делали из нее и кашу с этого дня начинают стричь овец приметы дикие гуси летят на юг скоро будут похолодание если гусь стоит над лужи подняв одну ногу это к морозу гусь получится в воде ожидая потепление гуси часто садятся на землю а скворцы не собираются улетать на юг осень будет сухой и теплой доброе здоровье у нас сегодня в гостях ведущая таня ларич здравствуйте доброго очень рада вас видеть прочла я в вашей книге лечебное раздельное питание очень интересную такую заметку про народ хунза так вдохновилась что решила к вам прийти и поделиться своим творческим решением одного рецепта в детстве в пионерском что в далеком пионерском детстве что мы делали мы делали такой десерт назывался клубнички на мясорубке вафли артек проворачивали получался фарш из них лепили форму из вафель из обмакивали в свекольный сок и а дальше в сахар и в холодильник на какое-то время и встаешь там если вечером делаешь утром у тебя прям клубнички и все это так вкусно а я прочла думаю таня какие вафли геннадия петровича малахова есть же шикарная пророщенная пшеница вот она и потом я видела в целебной кулинарии котлетки из проросшей пшеницы думаю так давайте же сделаем фарш из него и делаем питательные эти клубнички давайте сделаем эти клубнички и будем говорить используем их в нашем питании и пока ты будешь что-то готовить или я буду готовить надо сделать фарш про хунзу обязательно расскажите хорошо хорошо я даже потом залезла в интернет посмотрела где этот хунзу живет народ оказывается на территории современного пакистана удивительные конечно люди но геннадий петрович лучше расскажет как они от белка отказались я не совсем понимаю они в горах но там бараны слишком маленькие я немножечко хочу как бы сказать чуть отступить чтобы все было понятно дело в том что современную науку диетологию двери конечно врачи которые изучали науку и получалось так что они сами болели и так получилось с Вовардом Хэм это американским врачом который еще в 19 веке заболел 41 год ему исполнился и он заболел гломеролонефрит с высоким кровяным давлением обратился естественно к своим коллегам врачам и они ему сказали слушай а ты знаешь ты боли неизлечима и поэтому мы ничего не можем тебе сделать и вот тогда он начал естественно искать умирать на пути и нашел доклад другого ученого британского врача полковника мак гаррисона который рассказывал о народе хунза и вот этот народ откуда он взялся это значит где-то в в пакистане имеется такая долина в котором в которой особый климат и там ничего не растет в основном только абрикосы вот говорят овцы там очень маленькие то есть коровы там как овцы там что-то там а овцы как собаки а овцы там еще как кошки очень бедные они живут бедно значит питание особо никакого нет рациона как бы мало разнообразные и в основном абрикосы что самое интересное и там существует такая пословица что значит женщина из народа хунза не пойдет туда за милым своим где нету абрикос то есть одно это у них из таких блюд это значит вот будем говорить питание там абрикосами сушеным и так далее так далее значит живут они там проголодь практически мало чем болеет в основном они у костра там бывают и то глаза у них там слезятся от дыма то еще и якобы якобы значит там говорится что они живут до 120 лет а женщины до 90 лет еще кормят грудью до грудью ну вот примерно смотрите описывается так что 32 тысяч на население этого рая не знает болезни средний и средняя продолжительность 120 лет благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч ваше участие